Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебеди Фьюрий. И сегодня вашему вниманию я представляю вебкасс на тему моментальной снимки базы данных в SQL Server 2016. На самом деле это не новая возможность SQL Server. В общем-то то, что я сегодня покажу, вы сможете спокойно использовать на SQL Server, например, в 2008, 2012 или 2014, если захотите. Нужно отметить, что моментальные снимки базы данных это премиум фича. Она доступна в редакциях Enterprise и Developer. Всем известный факт, что стабильная работа сервера в большей части зависит от начальной установки, настройки и обслуживания сервера. Компания SystemAdmins.ru предоставляет услуги по обслуживанию серверов на базе операционных систем Linux и Windows. Основные направления работ по операционным системам семейства Windows. Это установка и настройка серверных операционных систем семейства Windows. Настройка серверов службы удаленных рабочих столов. Конфигурация почтовых серверов на базе Microsoft Exchange. Установка и настройка контроллеров домена Active Directory, DHCP, DNS серверов. Установка и конфигурация серверов баз данных Microsoft SQL Server, Oracle Database. Настройка файловых серверов. Настройка веб-серверов из Apache. Настройка платформ виртуализации Microsoft Hyper-V, VMware Vizfair. Настройка серверов 1С. Миграция и обновление конфигурации серверов. Программного обеспечения и многое другое. А также сопровождение уже развернутых систем. Сегодняшний веб-каст, как и большинство предыдущих, проходит в окружении NERV Local. Мы с вами будем работать на машинке SQL-01. Эта машинка под управлением персоной системой Windows CR 2012 R2 в редакции Data Center. На ней стоит SQL CR 2016 в редакции Enterprise. Оба продукта 64-битные. Оба продукта я использую в английской версии. Теперь давайте поговорим о моментальных снимках. Технология моментальных снимков позволяет вам создать замороженную копию базы данных на момент во времени. Но здесь есть несколько шагов оптимизации, которые используются для того, чтобы моментальный снимок занимал как можно меньше места, создавался как можно быстрее и максимально эффективно использовал место вашего жесткого диска. Так вот, в момент создания моментального снимка он содержит себе только служебную информацию и не содержит в себе реальных данных. Реальные данные появляются в тот момент, когда вы обновляете их в базе данных. Страница памяти, прежде чем записаться в базу данных, обновленная страница памяти, она копируется у нас в моментальный снимок. Таким образом, исходная страница, которая была в момент создания моментального снимка, она остается в файле моментального снимка. А обновленная страница, вне зависимости от того, сколько раз она будет обновляться, только на момент создания моментального снимка страничка остается у нас в моментальном снимке. Точно так же, если потом будет создан еще один моментальный снимок, то уже в него будут перебрасываться обновленные страницы с момента его создания. И тем самым расти будет он. Таким вот образом вы можете создавать моментальные снимки столько, сколько вам потребуется. Если же вы захотите обратиться к данным, то используя неизменившиеся данные с момента моментального снимка и данные в моментальном снимке, можно будет поднять данные из моментального снимка. Или наоборот, откатить всю нашу базу данных на моментальный снимок, тем самым восстановив страницы на место измененных. Тут, я думаю, все достаточно просто и понятно. Как применяются моментальные снимки? Есть несколько типовых сценариев, которые мы можем использовать. Например, мы можем поддерживать исторические данные и легко обращаться к предыдущим периодам, смотреть, какие данные были записаны в нашей базе данных. Мы можем использовать моментальные снимки вместе с технологиями Always On и зеркалирования баз данных. Соответственно, на зеркальной копии баз данных мы можем снимать отчеты, создав на ней снимок базы данных. Мы можем обеспечить защиту данных, причем на уровне логическом, потому что сможем заглядывать в таблицу, что там было чуть ранее на момент создания моментального снимка. Точно так же, если потребуется, можем восстановить базу данных при помощи моментального снимка. И моментальные снимки хорошо себя зарекомендовали в тестовых средах, особенно если вы там не используете виртуализацию. Вот такие вот типовые сценарии. Для того, чтобы у вас технология моментальных снимков работала, ваша база данных должна находиться на экземпляре в редакции Enterprise Elite Developer. База данных должна находиться в режиме Online. Если вы находитесь в группе доступности Always On, то роль в репликации должна быть либо Primary, либо Secondary. А для зеркальной копии, при зеркалировании баз данных, копия должна находиться в состоянии Synchronized. Но при использовании моментальных снимков на вашу базу данных накладывается масса ограничений, которые многих не устраивают. Во-первых, базу данных нельзя удалить, отключить или восстановить при помощи резервной копии, когда на ней создан моментальный снимок. Производительность, разумеется, падает, потому что любая запись страницы данных на диск требует сохранения оригинальной страницы в моментальный снимок. Файлы данных не могут быть удалены. То есть также существуют ограничения по добавлению файлов данных. И есть также сложности с файлом данных только для чтения и для записи. То есть когда они у вас не зафиксированы, а когда вы их постоянно переключаете между этими состояниями. Что касается самих снимков базы данных, они всегда привязаны к тому же экземпляру и той же самой базы данных, на которых они были созданы. То есть вы не можете отключить снимок базы данных от одной базы данных, подключить его к другой базе данных. Снимки делаются на всей базе данных. То есть вы не можете его сделать на группе файлов или на отдельном файле. Если вы обращаетесь к снимку, он вам доступен только для чтения. Ничего поправить в нем вы не можете. А также существуют ограничения по использованию моментальных снимков на системных базах данных. В частности, вы не сможете их создавать на базах данных Model, Master и TempDB. Вот такие вот ограничения. Ну что ж, давайте рассмотрим действия. Для начала мы посмотрим на создание моментального снимка и, разумеется, его удаление. А также разберемся, как запрашивать данные из моментального снимка и как откатывать базу данных на моментальный снимок. Итак, нам потребуется SQL Server Management Studio. Мы будем использовать базу данных Nerf Accounting версии 4.0. Она доступна у меня на сайте. Подробные инструкции присутствуют в блоге. Можете найти их. Так, вот наша база данных. Вот раздел Database, Snapshots. Как видим, их у нас на данный момент нет. Давайте проверим, что база данных сейчас работает. Мы будем использовать табличку DBO Webcasts. Вот такая вот табличка. Я здесь оставлю пометку, что в ней сейчас 196 записей. Дальше нам эта информация может пригодиться. Ну и давайте запросим немножко системных данных. В частности, меня интересует, а что у нас там с файлами данных. Вот, у нас есть два файла данных. Нам потребуются имена этих файлов данных. Причем, обращаю ваше внимание, они тут исходные. Еще от Nerf Accounting 2.0. Вот, и их расположение на жестком диске, оно нас уже интересует меньше. Нам главное знать, как эти файлы называются. Потому что эти данные нам понадобятся для того, чтобы создавать моментальный снимок. Оставили эту информацию. Итак, как создается моментальный снимок. Так, давайте сделаем папочку на диске C. На 40. Тут лежат наш MDF файл. Тут лежит наш лог файл. Они оба достаточно маленькие. И здесь мы сделаем папочку Snapshot. Этот путь тоже заберем к себе на систему, чтобы там ее использовать. Итак, переключаемся в базу данных мастер. И создаем базу данных. Указываем ее имя. Это будет у меня NA40. Это у меня будет Database Snapshot. И хорошо бы закодировать какие-то параметры нашего моментального снимка. Ну, в частности, я закодирую, например, сегодняшнюю дату. 2016.06.17. Окей. Базу данных мы создаем на другой базе данных. Здесь мы опишем наши файлы, да? А именно Вот эти два, которые мы создали ранее. Указываем имя. Name. NerfAccounting.20 Положим его. По адресу CNA40 Snapshot. Тут укажем NA40. И давайте этот путь. Ну, и какое-нибудь расширение. Например, SS. Окей. Это надо заключить в одинарной кавычке. На журнале моментальный снимок не создается. Журнал в этом процессе не участвует. Поэтому это мы убираем. И указываем, что создаем мы нашу базу данных в качестве Snapshot. As Snapshot. As Snapshot. И указываем, какой баз данных. В нашем случае это NerfAccounting.204.0. Готово. Пробуем. Готово. И в разделе Database Snapshot у нас появился моментальный снимок базы данных. Соответственно, в браузере он вам будет доступен точно так же, как и во всех остальных системах. Тут, я думаю, ничего сложного нет. Для того, чтобы посмотреть снимок баз данных, не используя, к примеру, SQL Server Management Studio, мы можем абсолютно спокойно использовать для этих целей контакт с SQL. Как использовать базу данных? Мы точно так же, как ко всем остальным базам данных, можем подключаться к моментальному снимку и делать в нем запросы. Databases. Вот, и видим, у нас появилась баз данных на 40 Database Snapshot от 2016.06.18. То, что мы только что сделали. Как подключаться к базе? Да, точно так же. Подключились. И теперь, пожалуйста, можем что-нибудь посмотреть. По-хорошему, если включить счетчики, то вы увидите, что этот запрос сейчас полностью улетел у нас в базу данных Nerf Accounting 40, потому как мы ничего не меняли и в снапшоте данных сейчас не содержится. Для того, чтобы данные начали содержаться, необходимо что-нибудь изменить. Давайте переключимся в Nerf Accounting. И, например, удалим часть записей из таблицы dbo-webcast. Так. Например, там, где у нас ключ. Сколько у нас тут записи-то? Так. Ну, там, последние несколько, да? Все, что у нас больше 190. Готово. Шесть строчек мы удалили. Причем, в базе данных Nerf Accounting 40. Вот. И если теперь делаем запрос, видим, что здесь у нас 190 строчек. А если мы делаем запрос в базе данных, точнее, не в базе данных, а в снапшоте, в нашей базе данных, то мы видим здесь у нас все 196 строчек. То есть, далее, при помощи какой-нибудь конструкции, типа Select, Intu или любой другой, вы можете спокойно эти данные перевести, да хоть руками забить, кто вам мешает. То есть, главное, что мы можем узнать, а что там было ранее. Но только на момент создания моментального снимка. Это очень важно. Вот. Другой вариант, что моментальный снимок начинает расти. Соответственно, отслеживать его можно при помощи Explorer, либо, например, при помощи SysDatabaseFiles, и, соответственно, поле Size можно будет перевести в Megabyte. Тут, я думаю, ничего сложного нет. Что же касается вариантов, когда наша база данных, которая сейчас используется, это Nerf Accounting 40, например, подверглась каким-то серьезным изменениям, там много чего удалилось, вот у нас тут записи поудалялись, или, ну, понятно, что записи это как бы примитивно, например, там что-то более серьезное случилось, мы же не можем теперь использовать восстановление из резервной копии. Мы теперь можем использовать восстановление исключительно из моментального снимка. Как происходит откат на момент создания моментального снимка, то есть Revert to Snapshot. Давайте рассмотрим этот вопрос. То, чтобы откатиться на Snapshot, нам потребуется подключиться к базе данных Master и выполнить процедуру восстановления баз данных. Рестор датабейс, указываем имя нашей базы данных Nerf Accounting 40, вроде бы не ошибся, из моментального снимка. FromDatabase Snapshot. И указываем имя нашего моментального снимка. Я не буду его забивать, я его просто перетащу сюда и удалю квадратные скобки. Так, готово. Выполняем. Готово. И если мы теперь подключимся к нашей базе данных Nerf Accounting 40, то мы видим все 196 записей. То есть мы откатили всю базу данных назад на моментальный снимок. Если же мы захотим отказаться от использования моментальных снимков, их можно удалять. Удаление моментальных снимков происходит точно так же, как это делалось бы, если бы мы хотели удалить базу данных. То есть сейчас у нас в папке Snapshot находится файлик. Вот ввиду того, что база данных очень маленькая, файлик практически идентичен файлу данных. Вот что мы сейчас делаем. Мы подключимся к мастеру. Кстати, эту-то процедуру можно легко сделать при помощи графического интерфейса SQL Server Management Studio. Итак, выбираем Drop Database и указываем имя нашего моментального снимка. Готово. Обновляем здесь. Обновляем здесь. Как видим, здесь все в порядке. Видим, что файл тоже у нас ушел. Склеивания здесь никакого не происходит, потому как в моментальном снимке содержатся только копии оригинальных страниц до их изменения после создания моментального снимка. Тут, я думаю, ничего сложного нет. Ну и теперь, когда мы избавились от Snapshot, мы можем абсолютно спокойно использовать любой функционал, который нам был ранее недоступен. Давайте отключимся от базы данных. Nerf Accounting. Давайте проверим, что у нас к ней нет никаких сессий. Да, сессий к ней нет. Вот, окей. И давайте сделаем, например, восстановление, которое было недоступно, пока у нас присутствовали моментальные снимки. Таск. Рестор датабейс. Восстанавливаться будем на полный бэкап. При этом виз реплейс снимать ТЛОК мы не будем. Окей. Готово. Как видите, функционал к нам вернулся после удаления моментального снимка. Что ж, давайте подводить итоги. Вот так легко и просто происходит управление моментальными снимками баз данных. Вы можете эту технологию спокойно попробовать и в предыдущих версиях SQL Server. Тут никакого секрета нет. В 2008 процедура не отличалась вообще ничем. Если говорить про вебкасты, то это уже не первый вебкаст по SQL Server 2016. Будут еще другие. Но я также записывал вебкасты по предыдущим версиям. Вы в них можете тоже найти много интересного и полезного. Если же у вас появились вопросы и пожелания, присылайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com Подписывайтесь на новости у меня в блоге на lebedefum.blogspot.ru Ну и все мои материалы собраны у меня на сайте. Ну а пройти комплексное авторизованное обучение по SQL Server 2016 вы можете учебным в центре Softline Education. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!